Всем привет, с вами CGFish. В этом уроке мы поговорим о том, как отделить модель от фона в фотоснимке. Опробуем очень простой, но действенный метод. Во-первых, выбираем инструмент Quick Selection Tool. Диаметр этого инструмента вы можете варьировать с квадратными скобками. Выделяем фон слева и справа. Именно эти участки мы хотим вырезать. Кое-что в наше выделение не попало, поэтому мы можем подкорректировать его с помощью зажатого альта. Так. Ну и не забудем про вот эту прядь справа. В центре я, пожалуй, уберу лишние пиксели. Ну и вот, наверное, эта прядь также будет важна для нас. На данном этапе выделение совершенно не обязано быть идеальным. В любом случае будем его еще корректировать. Но что нужно сделать сейчас, это наше выделение развернуть. Заходим в меню Select, выбираем команду Inverse. И теперь внутри выделения оказалась наша девушка. Ну и вот теперь самое главное. Заходим в опции Refine Edge. Теперь обратите внимание, что в контексте вот этого окна мы можем просматривать наш PSD-шник в разных режимах. Режимы можно переключить здесь. Сейчас выбран режим на черном фоне. Можно выбрать белый фон, черно-белую маску. Можно выбрать фон-чекер. Ну, в общем, все зависит от ваших предпочтений. Я сейчас оставлю просмотр на черном фоне. Вы можете заметить, что как только мы активировали режим Refine Edge, курсор автоматически превращается в кисть. Рисуя этой кистью по границам выделения, я могу запросто вернуть в свою маску все те мельчайшие детали, которые из нее исчезли. Вот обратите внимание, как это происходит. Я просто начинаю рисовать. И все те мелкие волоски, которые были в оригинале, возвращаются в мой matte слой. Продвигаемся вверх по прическе. Кепчерим вот эти детали. Ну и то же самое делаем справа. Иногда, чтобы вернуть исчезнувшую полупрозрачность, достаточно одного точечного клика в определенных областях. Кликаем. Ну и вот наша маска корректируется. Что мы делаем далее? Обратите внимание на нижнюю секцию. Мы можем вывести конечное изображение либо в выделение, либо, например, в маску слоя. Или же, как в нашем случае, это наиболее удобный вариант, в новый слой с маской. Кликаем и нажимаем ОК. Обратите внимание, у меня появился слой с маской и фон исчез. Хорошо видно, что слой исходник никуда не пропал. Вот он здесь снизу. Я могу включить его и корректировать его оттенки независимо от модели. Например, я могу создать кривые и изменить контраст фона. Или я могу создать слой Hue Saturation и перекрасить фон в принципиально другой цвет. Все это происходит независимо от вот этого слоя, который лежит у нас сверху. Если вы хотите, вы можете даже заменить оригинальный фон на любую текстуру, просто перетащив ее в PSD-шник. Ну и кстати, здесь могу рассказать вам небольшой хак, как сделать так, чтобы модель немного лучше вписывалась вот в такой принципиально иной фон. Для этого мне нужно создать эффект лайтфраппинга. Выбираю наш слой с моделью, захожу в эффекты, выбираю эффект Inner Glow. Здесь я пипеткой выберу цвет прямо из фона. Наверное, в данном случае вот такой синий. В качестве режима смешивания выберу Color, цвет. И все, что мне остается сделать, это поиграться с настройками Opacity и Size. И видите, теперь за счет того, что полупрозрачные пиксели по краям модели стали ближе по цвету к фону, модель стала лучше вписываться в этот фон. Однако здесь у нас есть проблема. Сверху и снизу у нас появились вот такие синие полосы, но от них мы можем избавиться. Делаем правый клик по эффекту и находим команду Create Layer. Теперь наш эффект вынесен в отдельный слой с клипующей маской над портретом девушки. Выбираем его, создаем маску, берем инструмент кисть и рисуя по маске черным цветом, скрываем все то, чего не хотим видеть. Здесь мы также можем варьировать прозрачность этого слоя и настраивать все под себя. Под наши нужды. Как видно, вот таким методом вы можете достаточно быстро отделить модель от фона, принципиально заменить фон на что-то другое, или просто независимо работать над цветокоррекцией задника и модели. Если вам понравился этот урок, жмите лайк, подписывайтесь. С вами был CGFish. Пока.